МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В эфире время новостей в студии Дарья Денисова. В память об одном из героев современности. Он всегда говорил, мам, я хочу, чтобы ты мной гордился. Я это говорю, да. Я горжусь своим силам. В 95-й школе Волгограда появилась парта героя в честь Вячеслава Попова. Участник специальной военной операции пожертвовал своей жизнью ради Родины. Подрядчики приступили к восстановлению мемориала на проспекте Металлурга в Краснооктябрьском районе. Сейчас будет навязываться арматура, и бетоном вокруг будет все это заделываться, заливаться. В братской могиле похоронены воины 45-й стрелковой дивизии, которые пали смертью храбрых в Сталинградской битве. Снежный десант спешит на помощь. Самый главный лозунг РСО – это не только работа. РСО – это как отдельная семья. 37 волгоградских студентов-волонтеров отправились в Среднеохтубинские и Калачевские районы области на зимнюю трудовую вахту. Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. Я узнала много других правил, много разных знаков, которые я до этого не знала. Учащиеся средней школы номер 5 Краснооктябрьского района присоединились к увлекательной игре путешествий по правилам дорожного движения. Победа над металлом В Болгограде прошло открытое первенство города-героя по тяжелой атлетике среди юниоров С веселым Роджером на сцене Воспитанники Центра детского творчества Кировского района стали призерами премии «Масочка» среди 160 детских театральных студий страны. В ближайшее время в регионе ждут атлантический циклон «Ольга». В предстоящие выходные ожидаются интенсивные осадки, местами метели, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Сотрудники регионального главка МЧС России просят воздержаться от поездок на личном транспорте, тем более на дальнее расстояние. По возможности оставайтесь дома. При снегопаде и сильном ветре держитесь подальше от деревьев и шатких конструкций. При необходимости обращайтесь по телефону 101-112. Герои никогда не умирают. Герои в нашей памяти живут. Сегодня в рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта героя» в Волгоградской школе номер 95 открыли именную парту погибшего в СВО выпускника этого учебного заведения Вячеслава Попова. Ему было 24, и он, не раздумывая, отправился в зону боевых действий добровольцем, чтобы защитить родину. Дарья Кламыченко подробнее. Не только боль, кровь и предсмертный плач. Рано. Уж слишком рано на братья подрослеть пришлось. Вчера мы не ценили жизни грамма, а сегодня молимся, чтобы завтра началось. Стихотворение «Война» у Вячеслава Попова родилось в окопах. Защищать родину и отстаивать ее независимость молодой мужчина мечтал уже после школы и всегда хотел в ВДВ. Поступить в военное училище ему не удалось, но своих намерений не оставил. Пошел в армию, попал в любимые войска, заключил военный контракт. А он мне и говорил, мама, мне, если суждено погибнуть, то я хочу погибнуть как воин на поле боя. Это будет высшая для меня награда. То есть настолько в нем, вот это было свято, патриотизм и преданность своей родине. В ноябре 2022-го Вячеслав идет добровольцем на СВО. Ведет себя храбро, не подчиняясь страху смерти. Участвовал в военных действиях в Херсоне, ЛНР, ДНР. Неоднократно возглавлял боевые группы, выносил на себе раненых. Весной 2023-го в боях за Марьинку группа Вячеслава попала в засаду. Погибли все. Мой сын с детства был очень смелым. Он никогда не пройдет мимо того человека или животного, которому необходима помощь. Он всегда говорил, мам, я хочу, чтобы ты мной гордился. Я это говорю, да. Я горжусь своим сыном. Школьная парта с информацией о биографии и заслугах Вячеслава Попова в памяти героя появилась в школе, где он учился. Педагоги никогда не сомневались в мужестве и храбрости молодого мужчины. Спасибо родителям за воспитание такого сына. Сына, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами могли жить спокойно, могли учиться и получать профессии. Парту героя открыли со всеми почестями в памяти героизме погибшего бойца. Кадеты школы преклоняют колено. Детям очень важен пример живых, реальных людей, которые вот они здесь еще не так давно ходили в этой школе, учились, сидели за этой же партой. Я думаю, это очень важно для подрастающего поколения, для того, чтобы растить в них вот этот патриотизм. Конечно, он будет являться для меня примером, потому что он уже не первый, кто у нас вышел из ребят на СВО. Мы вот в сентябре открывали мемориальную доску. Конечно, такие ребята, я очень горжусь ими, и самому хотелось бы стать когда-то в дальнейшем для своих детей примером для подражания. Парта героя – всероссийский образовательный проект. Его реализуют в учебных заведениях в рамках проекта «Единая Россия. Новая школа». В Волгоградской области открыты уже более тысячи именных парт. Возможность сидеть за ними предоставляется лучшим из лучших – отличникам учебы, активистам и членам поисковых отрядов. Школа – это живой организм, где детские сердца, детские глаза и детские души всегда будут нести эту память, всегда будут передавать своим друзьям, знакомым, родителям. А мы помним и знаем, что выше смерти только память. У Вячеслава Попова остались маленькие дочь и сын. Малыша боец не видел ни разу. Именно в детях он будет продолжать жить. А еще в памяти учеников и педагогов школы 95 и каждого из нас. И пока эта память будет жива, герои никогда не умрут. Дарья Коломыченко, Роман Седлецкий. Время новостей. Подрядчики приступили к восстановлению бетонных конструкций мемориала на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе. В братской могиле похоронены воины 45-й стрелковой дивизии имени Щерса, погибшие при обороне Сталинграда. Специалисты демонтировали поврежденные временем, не подлежащие восстановлению конструкции подпорной стенки, фрагменты оснований парапета, лестниц. Для поддержания в зоне работ положительной температуры они собрали тепловой шатер. Рабочие продолжают укреплять конструкции Стеллы. Сейчас будет навязываться арматура и бетоном вокруг будет все это заделываться, заливаться. Все согласно проекту. И будет новый гранит, новые ступеньки, новый пандус и забор. Будет восстанавливаться ограждение по забору сверху. Восстановление будет идти и восстановление кирпичной кладки. Восстановление мемориала, которому приступили в 2022 году, пришлось приостановить из-за обнаружения в ходе демонтажа облицовки скрытых разрушений конструкции, которые невозможно было выявить до начала работы. Для обеспечения необходимого их качества и долговечности объект дополнительно обследовали и запланировали дополнительные работы по укреплению его основания. После согласования уточненного проекта подрядчик приступил к работам. Завершить объект полностью подрядчики планируют к апрелю. Помочь людям по хозяйству провести веселые старты и рассказать о направлениях высшего образования в Волгоградских вузах. Сегодня два сводных отряда, 37 студентов-волонтеров снежного десанта отправились в Среднеохтубинские и Калачевские районы области на традиционную трехдневную зимнюю трудовую вахту. Слово моей коллеги Ангелине Романенко. В этом году исполняется 55 лет акциям помощи студентов-жителям отдаленных сельских населенных пунктов. Волгоградские студенты принимают участие в таких мероприятиях с 2021 года. За это время снежные десанты помогли жителям 12 населенных пунктов региона. Ребята и дрова колют, и полы моют, и чистят снег, а в благодарность получают добрые слова. Российские студенческие отряды существуют уже с 1959 года. Изначально это были стройотряды. А возобновилась организация 20 лет назад. У нас в этом году юбилейный год, очень много планов, очень много мероприятий. Сейчас проходит снежный десант, параллельно два выезда. В ближайшие три дня студенты окажут помощь пожилым людям, ветеранам, многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции. Проведут квиз по истории Сталинградской битвы среди учащихся двух районов Волгоградской области. Различные мастер-классы. Покажут творческие номера в ходе концерта. Сурена Ракелян – будущий психолог. Эти навыки помогают ему уже во время работы в студенческом отряде. Лично для меня РСО – это путешествие, это новые знакомства, это возможность заработать. И самый главный лозунг РСО – это не только работа. РСО – это как отдельная семья, в которой ты найдешь свою первую любовь, своих верных друзей. В Волгоградской области более двух с половиной тысяч трудолюбивых студентов. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодежная организация страны. Более двухсот тысяч молодых людей оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Развивают творческий и спортивный потенциал молодежи. Благодаря развитой структуре студотряды помогают найти работу практически в каждом регионе России. Чтобы стать частью сплоченной команды, нужно найти в своем ВУЗе штаб студенческих отрядов. Его сотрудники помогут с выбором направления трудовой деятельности. Ангелина Романенко, Виталий Грищенко. Время новостей. Строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, модернизация производств и создание новых рабочих мест, новый облик общественных территорий и несколько тысяч реализованных проектов. Волгоградская область продолжает стабильное развитие. Настоящее и будущее региона обсудили сегодня представители областного союза строителей на встрече с доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, почетным строителем России Львом Алфеоровым. Долгостроем нет. Под этим девизом строительный комплекс региона развивается с 2017 года. Тогда проблема обманутых дольщиков стояла остро. Сотни людей остались без денег и жилья. Вопросы по защите прав граждан губернатор Андрей Бочаров взял на личный контроль. Навести порядок в сфере долевого строительства региона удалось благодаря эффективному взаимодействию органов власти с добросовестными застройщиками. Достроено больше 100 проблемных объектов, в том числе наша компания достроила 27 проблемных объектов и была решена проблема более 10 тысяч обманутых дольщиков. Своевременно были приняты достаточные меры для того, чтобы добросовестным застройщикам, которые осуществляют достройку проблемных объектов, оказать меры поддержки. За последние годы в регионе построено несколько сотен жилых домов. Регулярно ключи от новых квартир получают переселенцы из аварийного жилья. Кроме того, волгоградские строители уже не раз вписали свое имя в историю страны. В центре областной столицы воссоздан собор Александра Невского. Отреставрирован главный символ Волгограда – скульптура «Родина-мать зовет». После четырех лет реконструкции новую жизнь получило здание кинотеатра «Победа». Там расположился Волгоградский областной театр «Кукол». Регион, конечно, нашел средства и не только самого кукольного театра, но и привести в соответствие благоустройство городского сада, которое сейчас оказалось одним ансамблем. Город бурно развивается, согласно той программе, которая была принята, и даже более того, и сейчас принята программа на следующие 10 лет. В рамках комплексной программы перспективного развития Волгограда в ближайшие 10 лет в городе Героя построят объекты, важные для всей агломерации. В том числе обход Волгограда. Дорога, которая соединит сразу несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного транспортного коридора «Север-Юг», упростит доступ к морским портам Каспийского бассейна. Это проект российский, цельный российский, потому что формирование новых логистических центров, которые будут здесь, вокруг Волгограда, они будут очень загружены, потому что выход на мировой рынок сегодня пойдет через Каспий, через Иран и через Индийский океан. Формирование вот этой программы очень значимо. За последнее десятилетие, благодаря включению в национальные проекты, регион значительно укрепил свои позиции на федеральном уровне в самых разных направлениях. Волгоград больше не ассоциируют с плохими дорогами. Благодаря строительству школ и детских садов удалось разгрузить часть учебных заведений и перевести образовательный процесс в одну смену. Многие больницы и поликлиники впервые с момента строительства были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Когда-то мы все очень много говорили о выбоинах, отсутствии дорог. Сегодня мы с удовольствием говорим о набережной и значительном изменении инженерной инфраструктуры. Все делается для того, чтобы все то, что есть у нас, наши ресурсы, было направлено на то, чтобы человек чувствовал себя в комфортной среде, чувствовал себя в государстве едином. Принять участие в формировании будущего своей страны может каждый гражданин. С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента страны. Проголосовать можно в привычной форме на избирательном участке и дистанционно с помощью проекта «Мобильный избиратель». Екатерина Кудряшова и Дмитрий Макаров. Время новостей. Порядка 5000 консультаций по вопросам открытия и развития дела, бизнес-миссии, выставки и многое другое. В торгово-промышленной палате Волгоградской области подвели итоги работы за 2023 год. Совместное заседание Совета и правления организации прошло на площадке бизнес-парка «Завод-1530». Участники встречи также утвердили финансовый план палаты на 2024 год и приняли в состав новой организации. Рассказывает Любовь Макарова. Обсудить итоги, обозначить планы на будущее. В заседании приняли участие руководители организации и предприятий, члены Совета и правления торгово-промышленной палаты Волгоградской области, представители региональных органов власти. Вадим Ткаченко отметил, несмотря на геополитическую обстановку, 2023 год был плодотворным. Было проведено 5000 консультаций. Они касались вопросов открытия бизнеса, его развития, получения государственных и негосударственных форм поддержки и многого другого. Кроме того, мы, как всегда, оказываем массу услуг. Это были и поездки на выставки, бизнес-миссии, регистрация товарных знаков, поиск партнеров, организация переговоров как с компаниями внутри Российской Федерации, так и с зарубежными партнерами. Одна из важнейших актуальных задач – импортозамещение. Задачу поставил президент. Мы должны заместить большое количество выбывшей продукции, которая к нам сейчас не поставляется. И здесь у нас есть проект, называется «Информационная поддержка импортозамещения». Мы для наших предприятий ищем партнеров, ищем рынки, ниши, где они могут приложить свои усилия, ищем рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом. Серьезная работа по импортозамещению будет продолжена в этом году. Большой акцент также будет сделан и на повышении компетенций предпринимателей. В год, объявленный президентом России годом семьи, Волгоградской области запланирована масштабная работа по поддержке и развитию семейного предпринимательства. Закон Волгоградской области о семейном бизнесе уже обсуждают региональные парламентарии. Это, на мой взгляд, очень интересная инициатива, которая направлена на защиту и представление как малого семейного бизнеса, так, конечно, и уже более ресурсных больших организаций, потому что сегодня мы понимаем, что бизнес семейный бывает часто, но так или иначе законодательно такого понятия нет, и, соответственно, мер поддержки отдельных также не предусматривается. Участники заседания отметили, Торгово-промышленная палата Волгоградской области, объединяющая предпринимателей, представляет и защищает интересы бизнес-сообщества, активно участвует в налаживании эффективного взаимодействия предпринимателей с госорганами, участвует в реализации программ по развитию предпринимательства. У малого бизнеса постоянно возникают самые разные запросы. То мы решаем вопросы импортозамещения, то развитие компетенции, то повышение производительности труда. И по большому спектру вопросов мы вместе со специалистами Торгово-промышленной палаты ищем те формы, те необходимые инструменты, которые могут позволить бизнесу стать более эффективным. На сегодняшний день членами Торгово-промышленной палаты Волгоградской области являются более 600 предприятий и организаций. Это крупный бизнес региона, субъекты малого и среднего предпринимательства, организации науки, образования и культуры. Любовь Макарова, Александр Шишин. Время новостей. Как безопасно перейти дорогу? Что обозначают дорожные знаки? И как пешеходу вести себя в различных ситуациях? Ответы на эти и другие важные вопросы знают учащиеся средней школы номер 5 Краснооктябрьского района Волгограда. Ребята приняли участие в увлекательной игре путешествий по правилам дорожного движения. Мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». С юными знатоками ПДД пообщалась Светлана Ларикова. Вы должны найти название каждому знаку. Но будьте внимательны, название здесь больше, чем знаков. За каждый правильный ответ дается один балл. Все. Можете начинать. Дружно, весело и в игровой форме. Участники квеста проверяют свои знания ПДД. Сплоченная команда шестиклассников без труда справляется с дорожной азбукой. Легко было это надземный. И с пешеходным движением на велосипеде. И с желая зона. И надземный, ну подземный пешеходный переход. Это легкий смартфон. Не отстают и соперники. На станции «Перекресток загадок» правильные ответы приносят им заветные баллы. Доска для шахмат на боку. Что за машина, не пойму. Ну, это такси. Сегодня эти мальчишки и девчонки – пешеходы и пассажиры. А через несколько лет они могут стать водителями, ответственными и внимательными. Азы правильного поведения на дороге в юных почемучек закладывают еще в школе. В начале мероприятия сказали, как много людей погибают каждый год от неаккуратности или просто незнания. Поэтому такие мероприятия с раннего возраста очень важны. У нас часто проводятся классные часы. У нас есть отряды ЮИД. Мы часто ходим также по классам, информируем о чем-то новом. Совершить увлекательное и познавательное путешествие по правилам дорожного движения своим друзьям помогли четвероклашки – юные инспекторы движения. Мне это интересно, потому что это командная работа. И мы делаем доброе дело для других ребят, может, даже иногда для взрослых. Я узнала много других правил, много разных знаков, которые я до этого не знала. Участники отряда «Светофор» помогают учителям организовывать тематические занятия, акции и классные часы. Они рассказывают своим сверстникам о том, что должен знать каждый пешеход. В этом учебном году команда пятой школы заняла почетное второе место в районном смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов движения. Ребятам очень интересно, потому что мы участвуем в разных конкурсах, проводим акции. Наша аудитория – это дети, это родители. То есть мы проводим классные часы, минутки безопасности, рассказываем детям о правилах дорожного движения, о том, что необходимо, на чем заострить внимание. Также мы работаем с родителями, выступаем на родительских собраниях. Безопасность и жизнь детей зависит прежде всего от их внимания и умения ориентироваться в создавшейся ситуации. И такие необходимые знания учащиеся средней школы номер 5 Краснооктябрьского района получают с первых занятий. Разобраться в важных и нужных правилах ребятам помогают их заботливые наставники – учителя. Мы оберегаем от того, что, конечно, они у нас любят перебегать дорогу. Это все дети делают. Есть пешеходный переход, но зачем ему идти туда, когда тут напрямую, он может это сделать. Ну, здоровье прежде всего наших детей, конечно. Поэтому мы проводим такую работу и решаем это все с родителями, с классными руководителями и с детьми. В завершении игры всем участникам вручили заслуженные награды. Но самое главное, что ребята получили знания, которые помогут им сохранить самое дорогое, что есть у каждого человека – жизнь и здоровье. Светлана Ларикова, Александр Шишин. Время новостей. Воспитанники Центра детского творчества Кировского района вернулись в Волгоград из культурной столицы России с новыми победами. Коллектив учреждения стал лауреатом третьей степени Всероссийской детско-юношеской театральной премии «Масочка». Своё мастерство демонстрировали дети из 160 театральных студий. Юные артисты из Волгограда представили жюри юмористический мюзикл «Весёлый Роджер» в гостях у талантливых и артистичных. Любящих своё дело ребят побывала наша съёмочная группа. Корабль пираты и сокровища «Морские волки» и «Кошки». Юные таланты вживаются в свои роли по щелчку пальцев. 14-летнему Марку Солодовнику досталась главная роль. Он командир пиратской команды «Волки». В музыкальном театре подросток играет уже 9 лет. К выступлениям на публике привык. Юному артисту поддаются разножанровые роли. Для меня это всегда очень радостно, когда я выхожу на сцену, потому что мне это приносит эмоции, зрители всегда рады. Я считаю, что наш коллектив – это очень дружная команда, потому что мы всегда друг друга понимаем, а если не понимаем, то всегда приходим к компромиссам, которые выгодны обеим странам. Мне комфортно, в нашем коллективе для меня это уже как большая семья. В этом году ребята из музыкально-театральной студии «Кулиска» на фестивале театрального мастерства «Масочка» показали юмористический мюзикл «Веселый Роджер» – историю о настоящей дружбе и морских приключениях. Помимо актерского мастерства в Центре детского творчества на юге Волгограда ребята осваивают вокальное и хореографическое искусство. Упорный труд приносит свои результаты. В 2023 году воспитанники театральной студии стали обладателями главного приза Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге, получили заветную масочку и звание лучшего детско-юношеского музыкального театра. Я занимаюсь с 6-7 лет, 3 года, и мне нравится то, что тут хорошие ребята, мы ездим тоже на большой сцене, выступаем, ну и вообще мне нравится ездить по городам. Я играю «Волчонка» из команды «Волков». Мне вдохновение давали педагоги, ну еще что-то там немного я придумывал. Я хочу стать актрисой. Я хочу стать программистом. Благодаря участию в конкурсах разного уровня ребята развивают творческие способности, обмениваются опытом с детьми из других коллективов, знакомятся с именитыми наставниками, посещают мастер-классы. Но главное – раскрывают свои таланты и учатся не бояться сцены. Юные артисты Кулиски регулярно проводят концерты для школьников Кировского района, выступают на различных площадках города Героя на Волге. Эмоции, которые испытываешь каждый раз, ты надеваешь на себя новую роль. В один день ты играешь пирата, как сейчас, когда-то придворную даму, а когда-то маленького котенка. Коллектив театральной студии Кулиска готовится отметить свое 25-летие, а сегодня в составе труппы около 60 воспитанников. Самому юному артисту всего 4. У нас есть девиз «Талант – это умение трудиться». Ребята вдохновляются самой атмосферой. К нам ходят дети, которые заинтересованы. Приходят они совсем маленькими, уходят от нас совсем большими, когда заканчивают школу. Приятно то, что они приходят и после школы. Те ребята, которые были нашими первыми учениками, сейчас они уже взрослые, у них есть свои детки. И эти детки тоже уже есть у нас. Вот такая преемственность поколений. В Центре детского творчества Кировского района сегодня занимаются более тысячи воспитанников. Для ребят открыты различные направления – художественное, вокальное, музыкально-театральное. Можно заниматься танцами, народным творчеством и робототехникой. Это очень важно. Во-первых, это детей раскрывает, дает им возможность почувствовать себя, научиться чему-то новому. Все дети, которые занимаются в Центре, они горят, им хочется, у них есть желание, потому что они сюда приходят как в одну большую семью. Не успев вернуться с одного конкурса, волгоградские таланты уже готовятся к следующему. Совсем скоро на городском уровне ребята представят музыкально-литературную композицию, посвященную подвигам юных героев Великой Отечественной. Дарья Денисова, Роман Седлецкий. Время новостей. Упорный труд и преданность делу ради спортивной победы над металлом. В Волгограде прошло открытое первенство города-героя по тяжелой атлетике среди юниоров. Организаторы и участники соревнований посвятили их 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. С места событий Данила Небабин. В открытом первенстве города-героя приняли участие юноши и девушки из Волгограда и области 2004 года рождения и моложе. Соревнования в 20 весовых категориях прошли на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 16. Школа готовит спортсменов по семи видам спорта, в том числе и тяжелой атлетике. Данил Шамов выступал в весовой категории до 67 килограммов. Занял почетное третье место. Данил не совсем доволен своим результатом. Поднять вес, который он хотел, не удалось. Но он настроен на продолжение борьбы с металлом. Ведет активную подготовку для присвоения первого разряда. Очень хочет представлять Волгоград на соревнованиях более высокого уровня. Сейчас мы проводим соревнования. Отбор соревнований к России у нас поедут и на Южный округ. Это как бы отборочные соревнования. Где-то 10 человек мы должны повезти на переста России, которая будет от 20-30 марта. Это как бы отборочные соревнования. Да, мы везем этих людей. Отбираются. Лучшие поедут дальше, на Россию. В соревнованиях приняли участие более 80 человек. 18 девушек и около 70 парней. У девушек весовые категории начинались с 45 килограммов и заканчивались категорией свыше 87. Юноши выходили на помост в категориях от 55 до 109 килограммов. Победители и призеров первенства города-героя наградили медалями и грамотами. Организаторы соревнований – Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда и Областная федерация тяжелой атлетики. Данила Небабин, Виталий Грищенко. Время новостей. Сто тонн овощей отправили из региона за границу, что в Волгоградце чаще всего заказывают на обед. И кому посвящен ГИН 2024 года, написанный нашей землячкой Ириной Дубцовой. Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала МТВ.онлайн. Непогода на выходные. В МЧС волгоградцев предупредили о сильном ветре, метелях и снежных заносах. Как долго продлятся неблагоприятные погодные условия. В Волгоградской больнице номер 4 продолжаются масштабные ремонтные работы, для чего нужны новые операционные по принципу чистых помещений. Главу Ленинска Волгоградской области отправили в отставку. Кто принял решение и на каких основаниях. В Волгоградской области планируют принять закон о семейном бизнесе. Для чего и кому это нужно. В Волгограде самозанятых приглашают на бесплатный тренинг азбука предпринимателя. Кто из физических лиц сможет стать участником бесплатного тренинга. Работа работой, а обед по расписанию. Волгоградцы рассказали, что они заказывают на обед. Какие блюда самые популярные. Почти половина волгоградцев могут выполнить работу раньше завершения трудового дня. У кого специалистов больше всего свободного времени. В 2024 году в Волгоградской области модернизируют театры, музеи и школы искусств. В регионе обновят 16 учреждений культуры. Какие? В области подвели итоги акции «Елки-щепки». В Волгограде и Волжском 5000 хвойных деревьев переработали в щепу. Куда и для чего пойдет полезный материал. В Волгограде спасают орлана из Астрахани. У птицы множественные переломы крыльев. Как помочь крылатому созданию? Из Волгоградской области в Казахстан отправили 100 тонн овощей, морковь и свеклу. Какие еще овощи котируются на зарубежном рынке? Ирина Дубцова исполнила гимн года семьи на выставке России. Наша землячка презентовала песню, написанную к этому событию. Чем опасны дикие животные, необычный забег четвероногих в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда и знакомство с четвероногой сотрудницей кофейни. Об этом и не только Анна Полякова расскажет в новом выпуске программы «Давайте жить дружно». Смотрите сегодня, 9 февраля в 20.45 на телеканале МТВ. Бесстрашные пятачки. Чем опасны дикие кабаны и как следят за их популяцией в Волгоградской области? Вот такой случай был, что погнали кабанов, ранили кабана. Я залез внутрь тернов и кабан сбивает мне с ног. Вперед за лайками. Что такое коникроз и кто им занимается? Поделись впечатлениями, как тебе? Хорошо. Мне все было хорошо. Ну, куда-то собака утащила. Рыженькие ножки бегут по дорожке. В Волгоградской кофейни работает пушистая сотрудница Боня. Как она справляется с обязанностями? Вообще, да, никаких таких проблем ни с кем у нас не было. Все такие, ой, и сразу начинает, а можно погладить, пожалуйста. В основном все хотят ее потрогать. Об этом и не только смотрите в пятницу, 9 февраля в 20.45 на телеканале МТВ. Через несколько секунд мы расскажем, кто принял участие в зачетном уроке по страницам русской классики в Горьковке и какие мероприятия подготовят члены Союза писателей России к столетию Маргариты Агашиной. А пока прогноз синоптиков. Сегодня вечером в Волгограде без существенных осадков. На дорогах гололедится ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6 градусов. Днем минус 2, минус 4 градуса. Узнать много нового, закрепить знания и получить заряд эмоциональной и интеллектуальной мотивации для прочтения книг. В библиотеке Горького прошел зачетный урок по страницам русской классики. К большому удовольствию жюри волгоградские школьники продемонстрировали хорошее знание текстов и истории создания знаменитых произведений отечественной литературы. Освежило в памяти вузовские знания и моя коллега Инна Емельянова. Эрудиция, логика и сообразительность. Шесть команд, учащихся восьмых классов лицея номер 6 имени 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района, увлеченно отвечали на 21 вопрос. Они касались содержания повести Тургенева «Аси» и двух комедий «Ревизор Гоголя» и «Недра Сальфанвизина». Мы готовились очень тщательно, пытались читать все произведения в полном содержании, чтобы, ну, если будут маленькие моменты, которые были в произведении, их тоже все пересказать. Мне больше всего понравилось произведение «Ревизор». Там нет ни одного положительного персонажа, что и делает это произведение очень уникальное. Зачетный урок – совместный проект сотрудников Горьковки и педагогов шестого лицея. Главная цель – увлечь подростков чтением классических русских произведений в эпоху социальных сетей. Первые два этапа зачетного урока – организационные. Третий этап, он называется «Секретные материалы». В этом этапе участники из каждой команды могут узнать о творчестве писателей, о биографиях писателей. И последний, мы его так и назвали «Последний шанс», там как раз заключены самые сложные вопросы. Они градируются по бальной шкале, поэтому это для самых смехалистых и самых умных. Такой интересный формат придумала педагог лицея номер «Лариса Сидорова». По ее мнению, он позволил оживить прочтение пока что скучной для многих лицеистов классики и подарил ему увлекательное путешествие по страницам книг. И если в начальных классах дети еще читают с удовольствием, то в старших классах, когда идут сложные произведения, заставить читать очень тяжело. Потом дети часто обращаются к тестам, к сокращенным вариантам. Ну и все-таки хочется, чтобы словарный запас пополнялся, чтобы классика все-таки была прочитана. И самое главное, чтобы они научились рассуждать, вычленять главное и писать сочинения. Интеллектуальная борьба на зачетном уроке была не шуточной. Ни один лицеист не сидел сложа руки. Ведь от ответов каждого зависел исход командного зачета в игре. Лучшими из лучших стала команда «Эрудиты». Все большие молодцы, а девчонки просто супер молодцы. Я вас поздравляю, я готова покупать вам тортики каждый день, если вы так будете читать. Красавицы, спортсменки и эрудитки признаются. Секрет успеха прост. Нужно больше читать правильных книг. Я обожаю классическую литературу, обожаю русскую литературу в принципе. Мне очень нравится читать. Это прям вот для души занятие. Мое любимое произведение, пожалуй, это «Униженные, оскорбленные» Достоевского. Для меня это было как бы огромное впечатление. В планах и педагогов, и сотрудников Горьковки проводить все больше таких зачетных уроков для детей разного возраста. Ведь чем раньше они погрузятся в удивительный мир классической литературы, тем богаче будет их внутренний мир. А став взрослыми, они будут по-прежнему тщательно подходить к выбору книг. Инна Емельянова, Александр Шишин. Время новостей. Маргарита Агашина – знаковая личность для Волгограда и всей страны. Она посвятила не одно стихотворение городу на Волге, а песни на ее произведения пели во всех уголках Советского Союза. В этом году, 29 февраля, исполняется 100 лет со дня рождения поэтессы. В регоделении Союза писателей России обсудили план мероприятий, приуроченных к знаковой дате. Растет в Волгограде березка, а где мне взять такую песню? Эти и десятки других композиций были известны на весь Советский Союз. Ее заполнили как очень добросовестного и честного человека. Как говорят знавшие ее, если она говорила «да», то это всегда было «да». Вообще, у нее много было таких неожиданностей. С виду хрупкая, невысокая, худенькая. Но воля, мудрость – это прям, мне кажется, чисто мужское. Она могла так поставить по-своему, главное, вот этому следовать, был могучий характер. Агашина личность легендарная. К столетнему юбилею поэтессы в Волгограде пройдет ряд мероприятий – конкурсов, мастер-классов, поэтических встреч. В книжном магазине по улице Мира, 11 состоится вечер памяти Маргариты Константиновны. Там она в 50-е годы презентовала одну из своих книг. К планам относится проведение читательских конференций. У нас работает группа молодых писателей, которая выезжает в районы области, рассказывает о деятельности Маргариты Константиновны, о ее творчестве. Маргарита Константиновна родилась в 1924-м, 29 февраля. В последний день зимы в этом году в областном Крывическом музее пройдет гашение конверта с портретом Агашиной, Большой поэтическо-музыкальный вечер в Доме литераторов и другие мероприятия. Команда МТВ снимает фильм, посвященный жизни и творчеству знаменитой волгоградской поэтессы. Его премьера состоится 29 февраля. Максим Черпак, Виктор Хиврин. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на routube.ru не пропустите. Главное, подписывайтесь на наш канал. На этом все. До встречи.